Доброго времени суток, друзья! Всем большой привет из Павлодара! Меня зовут Ирина и сегодня я решила немножко с вами поболтать под вязание. На самом деле очень давно не снимала каких-то болталок под вязанием. Скажу сразу, сегодняшняя тема будет у нас о запасах пряжи, о покупках, что я об этом думаю. Когда-то у меня было похожее видео, года два назад, по-моему, уже оно было что-то про пряжеголизм или что-то такое. В общем, сейчас я хочу немножко порассуждать о том, что я думаю о запасах пряжи, о тех запасах, которые имеются у меня. Я тут вяжу сейчас процессик, коротко сейчас скажу, что я вяжу. В общем, если вам интересны такие болталки, видео такого плана, то оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра, прослушивания. Берите в руки вязание, рукоделие какое-то и позанимайтесь вместе со мной. Для начала расскажу, да, что я вяжу. Я сразу хочу извиниться, если у меня будет что-то сбивчивая речь. На самом деле я в последнее время довольно редко снимаю видео и после трехмесячного перерыва никак не могу войти в колею. Именно вот, что касается более нормально говорить или что-то такое. В общем, я надеюсь, постоянные мои зрители, кому нравятся мои болталки, меня простят. Вот. Ну, а тем, кому не нравятся подобные видео, то я советую просто переключаться и не терять время. Что я вяжу? Вяжу я сейчас... Это у меня получился совершенно спонтаннейший процесс. Я надеюсь, что если не сегодня, то... Вернее, даже не сегодня я... Я и не надеюсь, что сегодня, но рассчитываю, что завтра я его закончу. Это такой вроде как детский... Ну, это будет не жакет, а, скорее всего, даже кардиганчик на мальчика трех лет. В общем, вывязываю я. Планировала одно вязать, но и совсем из другой пряжи, но в итоге поняла, что крючок и тонкие нитки сейчас это не для меня. Достала я вот эту вот пряжу Alize Midi. Я показывала ее в запасе, как своих, когда разговаривала о том, что у меня в запасах пряжи. И вот ее сейчас извязываю. Вот у меня что осталось. Ну, в принципе, мне вчера просто стукнуло, что мне немножко не хватит ниток почему-то. Ха, не знаю. И вот тут не зря лежат еще вот эти нитки. Я их тоже показывала в своих запасах. Я немножко добавляю. Ну, и, в принципе, я не пожалела, скажем так, что мне стукнуло. Немножко как бы это, ну, разбавило, да, сам процесс. Сам жакетик-кардиганчик. Сейчас у меня здесь уже вяжется тельце. Вот. И я решила немножко с вами поболтать. Вязание такими толстыми нитками на спицах номер 4,5 продвигается очень быстро. Поэтому рассчитываю, что завтра я уже закончу процесс. Вот. И, в общем, потом в ближайшее время отсниму и покажу вам, что и почему я вязала. Ну, что ж, наконец-то давайте приступим разговаривать о пряже. На самом деле, такая идея этого видео пришла мне после того, как я посмотрела видео Даши. Канал Мама Вяжет. Она там тоже рассуждала о запасах пряжи, что она об этом думает. И что-то, слушая её видео, я решила, почему бы мне тоже не ответить на подобный вопрос. Посидеть, порассуждать, подумать, что я на данный момент думаю, изменилось ли какое-то моё мнение за прошедший период времени. Начнём с того, что находятся и какие у меня запасы, и есть ли они. Повторюсь ещё раз, что не так давно я снимала видео, ссылочку я на него обязательно оставлю, где я показывала, что же есть у меня в запасах, что находится в моих закромах. Мы с вами посмотрели, и у меня обнаружилось 3,5, нет, не 3,5, а 3 килограмма 700 грамм пряжи. Много это или мало? Тут я сразу хочу отметить следующее. Я думаю, что у каждого своя мерка, много или мало. Раздражает меня это или нет? Проект меня раздражает не наличие пряжи, наличие пряжи меня наоборот радует. Например, вот готовый пример того, что я передумала, я просто вязать один проект, я просто-напросто, у меня тут же стукнуло в голову, что у меня лежат вот эти нитки, которые я так как раз и планировала их, в принципе, пустить на жакетик, либо какой-нибудь кардиганчик для малыша, что как раз этих ниток хватит. Я просто достала нитки, села, связала образец. Меня утром стукнуло, знаете, из просоня. Я просто достала нитки, ночью, скажем так, идея пришла, да? Я достала нитки, утром связала образцы, постирала их, высушила и в тот же день начала вязать. Мне не нужно было никуда бежать. Поэтому бежать, думать, покупать, искать эту пряжу, или ехать выбирать какую-то пряжу и думать еще из чего вязать. Достал и связал. В этом плане я обоими руками за запасы пряжи, чтобы они находились. Поэтому я считаю, что у тех, кто увлекается вязанием прям вот серьезно, ну не знаю, как назвать серьезно увлекая себя вязанием или нет, я без вязания сейчас не смыслю своей жизни, скажем так. Я заканчиваю один проект, вернее, я вяжу один проект, у меня в голове уже созревает второй, там, третий проект и так далее. Поэтому я считаю, что наличие каких-то запасов пряжи даже необходим тем, кто увлекается вязанием. Запасы пряжи для тех, кто занимается, не просто увлекается вязанием, как это у меня, а еще и занимается вязанием на заказ, на продажу. Я считаю, что у этих людей просто обязаны быть какие-то запасы пряжи. Если тем более человек вяжет какие-то, ну не знаю, одинаковые изделия, да, вот у него фишка там, например, игрушки вязать, да, из какой-то определенной пряжи или из каких-то нескольких видов пряжи, то я считаю, что эта пряжа просто должна быть в разных цветах и в достаточном количестве у человека в запасах, потому что, ну, человек этим зарабатывает. Ему сегодня напишут там, например, что вот мне нужно, там, кто-то закажет ему, скажет, мне нужно там вот, возьметесь ли вы в ближайшее время связать мне, там, например, игрушку в течение недели, там, да. А если у человека нету пряжи в наличии необходимого цвета, нужно заказывать, если, не дай бог, еще долго ждать, откуда-то придет эта пряжа, то, ну, таким образом можно и потерять какие-то заказы. Ну, не знаю, это мое личное мнение. Я ни в коем случае не претендую на то, что мое мнение единственное верное и правильное. Я всегда говорю о том, что я высказываю свое мнение, кто-то может с ним соглашаться, кто-то может нет. Не все и обязаны с ним соглашаться, у кого-то своя точка зрения на каждый вопрос. Так что, подводя такой небольшой итог того, что я сказала, как я отношусь именно к запасам пряжи, я к ним отношусь положительно, обоими руками за, но в каких-то, скажем так, все-таки каждый, наверное, сам для себя устанавливает рамки. Я для себя установила уже какие-то определенные рамки и просто-напросто, ну, сейчас я не покупаю что-то там вот прям, скажем, большими партиями для того, чтобы у меня лежало. Сейчас я все равно, хотя вот недавно сделав покупку, все равно я сделала покупку не на один проект, а на несколько проектов сразу. Вот. Так что я обоими руками за запасы, ничего против них не имею, но для себя я делаю определенные рамки на них. Почему я, собственно, сейчас начинаю делать или начала делать какие-то рамки на свои запасы? Просмотрим даже вот эту пряжу, которая находится у меня сейчас вот в проекте. Данная пряжа у меня лежала в запасах более трех лет. Здесь, правда, стоит сразу разграничить. Вот эта пряжа у меня лежала в запасах, потому что я ее купила, и я из нее не вязала. Вот эта пряжа у меня лежала в остатках. Дело в том, что когда-то тоже, это уже года четыре, наверное, она даже лежит, я вязала, покупала на проект, на жилетку, как всегда покупала я с запасом, и у меня вот этот моток один остался. То есть, когда я покупаю, несмотря на то, что пряжа потом может лежать долго, остатки какие-то, я не знаю, что с ними потом сделать, куда их применить, я все-таки предпочитаю пряжу покупать с запасом. И пускай она лучше останется у меня, чем я потом буду бегать и думать, а хватит ли вообще мне пряжи, а будет ли эта пряжа потом в магазине. Значит, каким образом у меня получается так, что некоторая пряжа лежит у меня по три года? Это все покупки в интернет-магазинах. Снимая видео, я проанализировала и поняла, что основная пряжа, которая лежит у меня долго, была когда-то куплена мной в интернет-магазине. То есть, покупая в интернет-магазине, я заказывала сразу для того, чтобы, во-первых, оправдать доставку, чтобы потом лишний раз не заказывать. Я заказывала сразу по 4, а то и где-то вот так вот 5 килограмм пряжи. Естественно, какую-то пряжу я тут же и связывала, и забывала про нее. Некоторую пряжу, как получилось, опять же скажу, вот с этой я заказала на один проект. Но в итоге я передумала вязать этот проект вообще, и эта пряжа вот столько времени у меня пролежала, пока вот я наконец-то додумалась, что из нее связать. Вот, поэтому, как бы сейчас, когда у меня есть возможность покупать не в интернет-магазине, слава богу, что за последние, получается, где-то года два, наверное, уже, да, года два у нас в Павлодаре появились непосредственно магазины, где можно прийти и купить пряжу по очень вкусным ценам. Если два года назад это был один магазин, то сейчас это уже несколько отделов, ну, по крайней мере, я вот знаю, как минимум два отдела в городе, где можно купить пряжу, и цены там почти везде одинаковые. И выбор довольно хороший, по крайней мере, такую вот распространенную пряжу, там, Ализе, Ярнарт, различные виды, ее можно купить вообще без каких-то проблем. Вот, поэтому надобность в покупках в интернет-магазине у меня отпала, и я заметила сразу, что мои запасы, не то чтобы они истощились, потому что то, что у меня уже лежало, я особо не извязывала. Хотя вот в прошлом году у меня была тенденция к тому, чтобы наконец-то вязать из того, что у меня лежит, потому что все время возникают какие-то новые идеи, уже под другую пряжу, ты видишь, как кто-то что-то вяжет, тебе хочется попробовать новую пряжу, которая появляется, и вот в таком духе. И та пряжа, которая была куплена два-три года назад, она просто лежит, вот в данном случае, можно сказать, мертвым грузом. Сейчас у меня есть возможность сходить купить пряжу, и я скажу, что, например, вот рассмотрим прошлый год, как я покупала пряжу. Я в прошлом году, в апреле месяце, в самом начале апреля месяца делала покупку пряжи, у меня делали заказ, мы ездили, покупали, то есть на определенные проекты, мы поехали, купили, я ее всю извязала. Потом я поехала, купила, опять же, тоже прямо на определенный проект, и всю пряжу извязала, у меня там осталось буквально, там даже 50 грамм нету. Все, без проблем. Запас, скажем так, не остается. Из остаточков, которые остаются, куда-то что-то можно применить. Следующая моя покупка пряжи была уже осенью, но здесь, сразу скажу, это было своего рода покупкой в интернет-магазине, я находилась в другом городе, покупала там пряжу, мне было просто неудобно ехать куда-то, искать, и я заказала. Эту пряжу я тоже, кстати, и извязала, и вот только потом сделала следующую покупку. У меня так получилось. Ссылочку на данное видео я оставлю. Я уже знаю, надеюсь, что все мои планы по данной пряже, которую я купила, будут осуществлены в ближайшие, ну, максимум, пару месяцев. Вот так вот у меня обстоят дела. Я для себя сделала вывод, что мои запасы, именно пряжи, которые скапливаются в районе нескольких килограммов обычно, я как-то снимала видео, когда подсчитывала, сколько пряжи у меня в килограммах, там было что-то около 5 килограмм, по-моему, или чуть больше. В общем, я для себя, в этот раз опять сняв видео и подсчитав, поняла, что, в принципе, у меня обычно в районе 5 килограмм запас пряжи и находится. Вот. Ну, еще раз скажу, я ничего против запасов пряжи не имею. Теперь, что касается такого небольшого вопроса, все же, почему я не имею против, ничего против своих, именно вот запасов пряжи, которые у меня есть. Единственное, что мне немножко не нравится, да, что пряжа лежит, на самом деле, подолгу, хочется все-таки покупать и извязывать, чтобы она не лежала годами, да. Я считаю, что моя пряжа не мешает моей семье, моим родным, по крайней мере, вот в том количестве, в котором она у меня находится. У меня есть отдельный, ну, вернее, не отдельный, а в шкафу, как назвать, отдел, да, где, в общем, я, ну, не ящик, а там открываются дверцы сверху в спальне, в шкафу. У меня есть вот этот вот отдел в шкафу, и моя пряжа вся хранится именно там. Все. Я себе когда-то, я об этом уже, кажется, говорила, сделала такое, что вот, вот это вот у меня есть отдел с пряжей, накупать ее так, чтобы она туда уже не помещалась и где-то валялась. Итак, это у меня там лежит пряжа, а какие-то остатки, процессы, спицы и все остальное у меня хранится в другом шкафу, то есть, я и так занимаю достаточно много места. Ну, пока мне мой муж, да, мои родные не говорили о том, что им это мешает, поэтому меня вполне устраивает то, что, как сейчас обстоят дела. Конечно, если это будет мешать моим близким, или если у кого-то запасы пряжи настолько большие, да, что начинают мешать уже семье, я не думаю, что родные и близкие будут довольны, если открываешь шкаф, а тут на тебя выпадают, сыпятся мотки с пряжей. Я считаю, что это уже, конечно, перебор, во всем должен быть какой-то разумный предел, даже если вы вяжете на заказ, все-таки либо должен быть, ну, тем более, если вы вяжете на заказ, наверное, должен быть какой-то уголок все-таки, где вы будете это хранить, и это не будет мешать, скажем так, осложнять быт вам и тем более вашим родным, но не думаю, что вам это осложнит быт, потому что если вы вязальщица, как и я, любите пряжу, для вас это не является проблемой, проблема эта может явиться для вашей семьи, для ваших домашних, вот, здесь как бы все-таки ну, мне кажется, нужно расставлять какие-то такие рамки, отводить себя, либо какой-то уголок, где вы будете хранить, в общем, делать так, чтобы ваше хобби, или даже если это ваша работа, приносящая доход, чтобы она все-таки как-то, ну, спокойно уживалась, скажем так, с вашей семьей, потому что все-таки семья, родные, это люди, с которыми мы живем, которых мы любим, они нам дороги, и, наверное, все-таки они намного дороже нам пряжи, и мы должны учитывать их мнение, как бы, их мнение, ну, здесь хотя тоже есть такой один момент, главное, чтобы и они учитывали наше мнение, и, например, мужчины там не раскидывали свои какие-то железки, или что-то еще, инструменты по всей квартире, так что здесь должно быть какое-то обоюдное, да, такое уважение, скажем, да, что и одна сторона, и другая должна относиться с пониманием, с уважением, ценить личное пространство каждого, и, скажем так, все-таки не засорять лишним свою квартиру и свое жилье, не знаю, что-то меня как-то понесло, да, ну, все-таки я считаю, что запасы запасами, они хороши, запасы пряжи, когда они имеются, но в каких-то разумных пределах, это не должно влиять на быт наш какой-то, и тем более осложнять жизнь, осложнять отношения с нашими родными и близкими, вот, это мое личное такое мнение. Вот такую вот болталочку я сегодня решила снять, порассуждала, не знаю, что я тут на рассуждала, кому-то возможно не понравится, выводы можно подвести следующие. Еще раз повторюсь, я не имею ничего против запасов пряжи, считаю, что они даже должны быть у вязальщицы, особенно та, которая занимается прям увлеченной этим, либо на заказ вяжет, на продажу, но все же какие-то разумные пределы, рамки нужно устанавливать. У меня лично пряжа скопилась в больших, ну, не как в больших, для меня возможно в больших количествах и лежит подолгу, это именно последствия покупок в интернет магазинах, вот, а сейчас у меня как-то с этим немножко попроще, по большей части купила, извязала, если только остаются какие-то остатки, так как покупаю все-таки с небольшим запасиком для того, чтобы там, а то вдруг потом партия не та будет, цвета будут отличаться или еще что-то. В общем, друзья, я надеюсь, я немножко поразвлекала вас своими рассуждениями, надеюсь, вы слишком не будете строго относиться к моему такому мнению, надеюсь, вы порукодельничали в моей компании, поразвлекала я вас, я буду на этом, наверное, заканчивать, еще один такой момент по поводу того, что я снимаю вот именно так болталку, а не как я обычно это делала. Скорее всего, хочу сказать, что в ближайшее время болталки подвязания, если будут выходить, то будут выходить именно вот в таком формате. Это не связано с чем-то там плохим или что-то такое. Для меня сейчас этот формат более удобен, а вот и все. Да, я просто сидела, размышляла и поняла, что если я не буду снимать, скажем так, в таком формате, то, скорее всего, я вообще просто не сниму видео еще очень и очень долго. Так что, прошу, скажем так, относиться с пониманием. Ну что ж, друзья, я на этом буду уже все-таки заканчивать свою такую тираду. Еще раз надеюсь, что я не сильно там что-то насочиняла, скажем так, и как более, скажем так, более понятно, да, выразила свои мысли, не совсем запутанно. А если у вас есть какие-то вопросы или темки для того, чтобы снять болталки, то пишите их в комментариях или мне можно в личное сообщение писать. Я с радостью будет время, сниму что-нибудь, ну, болталочку всегда довольно такие, ну, скажем, легче всего снять, особенно вот в таком формате, как сейчас я снимаю. Вот. Поэтому, если есть вопросы или пожелания по поводу болталок, то пишите. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, мне будет от этого очень приятно. и не забываем подписываться на канал. Я надеюсь, что в ближайшее время, и вообще, ну, не совсем в ближайшее время, будет что-то интересное появляться на канале. Я на этом буду уже все-таки заканчивать. Всем большое-большущее спасибо за внимание. Всем пока-пока. До новых встреч!